Значит, индивидуальная конституция. А мы можем, пожалуйста, запаривать лучше его или проращивать? Ну, если, смотрите, вообще-то это хороший вопрос. Если вы думаете сделать кашу, лучше всего группы запаривать, конечно, да? Если вы что-то хотите, это, как знаете, банк, полезное, биологически активное, это банка, а к которой вы уверены, к которой вы вырастите своими руками, тогда лучше проращивать. И совмещайте. Я иногда и кашу добавлял. Но лучше всего вот в первое блюдо. Я вот больше, только раз, и нормально. И вот в обед мы садимся, я, ну кто будет? Обычно я, сын, там немножечко жена, дочка, все такое, сестра. Ну, они все там съели, она мягенькая становится, когда проращивается. Ну, это нормально. Довольные все. А горох и чечевицу можно расти? Можно и горох, и чечевицу, можно расти, да. И тоже можно ее есть. Ну, насколько она вкусная, я особо не пробовал. Я вот больше на пшеницах специализирую. Вот, теперь смотрите, мы к вам переходим к индивидуальной конституции. Индивидуальная конституция. Значит, вещи должны быть простые и ясные. Каждый организм, наш с вами, он имеет свой объем, да? Объем раз он имеет, у некоторых большие объемы, у других маленький объем. В этом объеме есть циркуляция, движение. То есть, это кровь циркулирует, лимфа циркулирует, да? И, наконец-таки, в этом объеме есть температура. Он обогревается. У каждого человека свой объем, можно сказать, даже своя температура или ее количество. И свое количество движений. В некоторых случаях есть люди, вот, вот вы вот в красненькой кофточке сидите, вот у вас, можно так сказать, чрезмерное количество может быть движений, и человек мерзнет из-за этого. То есть, организм более высыхает и более мерзнет. И поэтому он даже любит одежду шерстяную и таких тонов, которые, даже не подозревая, которые обогревают организм, понимаете? Темное, красное, вот так, то есть, вот эти предпочтения интересно остановиться. Видите, это особенности индивидуальной конституции. Плюс мышление. Человек может очень быстро соображать, он может очень быстро там что-то там сделать, а потом и забыть. Такой полный человек, у него, так как много, ну, объем большой, у него может движений меньше быть, температуры тоже несколько меньше быть. Поэтому, допустим, он тогда, вот, сел за стол, он любит там, допустим, какие-то-то блюда, ну, с сосным, сожгучим, да? Вот, какую-то такую пищу, которую, можно сказать, даже подсушивать его организм будет. Для того, чтобы он просто чувствует, что я этот сел и чувствую себя лучше, а другую пищу сел, я чувствую себя хуже. И, наконец-таки, вот, более-менее равновешенные организмы, вот, у них, ну, у них, как бы сказать, и объем такой, ну, это средний человек, объем, там, допустим, вот эти циркуляционные процессы, и температура более-менее там нормальная, да? Вот, но, если он что-то там добавляет, допустим, той же горчицы там переел, да? Он чувствует, что, ну, это для него чрезмерно. Или, допустим, даже, несколько так сказать, если чрезмерно у человека много теплоты, эти люди не любят солнца, потому что от солнца им становится хуже, да? Они, знаете, не любят особо острое, острое там что-нибудь такое, съели, тоже, у них не изжога возникает, а вот, как бы сказать, ну, вот, свои-то там особенности в организме возникают, неблагоприятные. Они это особо не любят. Люди такие, они, значит, любят шутки, любят подкалывать. А с большой массой они, как правило, ну, такие, которые семьянины, они, они как-то могут приобретать богатство, удерживать богатство. Вот если посмотреть там на банкиров, которые там показывают, это, как правило, такие крупные, довольно-таки люди, вот. А вот в основном, значит, певцы, это вот люди, так называемая ветреная конституция, они небольшие, типа Асманова, им весело там веселяться, это вот Киркоров, как сказать, выпадает из этого. Есть, конечно, такие, ну, особенности. А в основном, вот, люди отпираются. И, наконец-таки, остальные, вот, любят там похвастаться, что, допустим, а у меня там машина есть, у меня еще есть что-то, так вот, то есть особенности. Но это же и налагает, знаете, психологические, психологически дальше особенности личности. Допустим, с большой массой человек, он как-то, ну, говорит, не любил обилий, но он привязывается. Он привязывается к тому, что имеет, он привязывается к семье. Он как-то вот, ну, мягче, да? Тот, у которого ветреная конституция, то есть маленький человек, да, для него семья может даже ничего не значить. Ну, живет, живет, здесь, здесь пожил, там пожил, там еще пожил. Как-то вот так вот он мотается. И, как правило, там, как они вот древние говорили, он особо ничего не наживает. Не может скорбить. Он быстро заработал, быстро только раз, и все. Ну, нет. И в то же время, значит, человек с жорчной конституцией, ну, вот, они вроде бы там умные, там, они любят лавизу, ну, там, так вот. Ну, ну, они раздражительны. То есть, что не так, вот, начинается раздражение. И, как правило, эти люди президентами становятся. Да, и президентами становятся. И, кстати, особенности, это лысина, цветовый волос у них. И, особенно, если они в очках, это будет стопроцентная вот эта вот личность с выраженной желчной конституцией. Саркази там и прочее. Ну, саркази, да. Саркази, значит. Вот, любят похвастать, любят себя выставить на показ там. Ну, а вот чего-то такого, знаете, основательного за ними особо и нет. Вот, это довольно-таки трудно, значит, удержаться. И они часто раздражаются. С ними тяжеловато вообще жить. Вот, допустим. Ну, особенно, допустим, вот, раздражение может быть неожиданное. Там, допустим, на пляже там перегрелись. Потом, грубо говоря, еще там, если стоп, они там выпьют, какого-нибудь там горит, что ли, напитка. Да, и потом, что ли, что-то не так они вот, то туфли не так поставили, то еще что-нибудь так поставили. То есть, трудновато там жить, ну, как говорится, можно. Ну, это крайнее случаю. То есть, у каждого тогда возникают свои привычки. Значит, и свои черты характера. Сейчас я посмотрю, куда вы. Что-то я чувствую, что уже перескакиваю. Какие типы долгажителей? Что? Какие типы долгажителей? Сейчас я расскажу. Вот, где есть. Индивидуальная конституция. То есть, сейчас я вот эту тему закрою. Индивидуальная конституция, чтобы вы понимали. Значит, большая, циркуляции мало, значит, тепла может мало. Но и может и нормально быть этот, так, у каждого. Но, как правило, если большая, обмен веществ, значит, обмен веществ страдает. И люди, значит, полнеют еще. Маленькие люди. Индивидуальная конституция беденая. Они же сколько бы ни съели. И не поправились. Они едят, едят, едят для того, чтобы вот просто-напросто нормально себе даже чувствовать. Но они не поправляются. Значит, они чувствуют такие. И желчная конституция, ну, это большинство людей с более-менее выраженной характерами, особенностями. Но они, знаете что, они могут, если разъесть, то есть начнет побольше кушать, они поправляются. Если он начнет, там, как бы сказать, начнет заниматься сыроедием, они начинают, значит, сбрасывать вес. Но они может ничего, ну, бросят заниматься сыроедием, вернутся к своему весу. Бросят, особенно, ну, сильно там есть, они опять вернутся к своей собственной конституции. То есть вот эти вот особенности, по-моему, налагают, значит, это привычки в питании, привычки в поведении, особенности, значит, проявления себя вот в обществе. Более подробно, конечно, я это описал в своей книге индивидуальной конституции «Четыре группы крови», потому что некоторые говорят, вот, четыре группы крови, с учетом этих четырех группы кров, там, крови питаться и прочее, прочее. Я говорю, четыре группы крови были обнаружены тогда, когда кровь начали только переливать. Они никак не сказываются на уж какие-то особенности этого питания. Единственное, единственное, что ценная группа крови, это когда их переливали, обнаружили, что если кровь не совпадает, она начинает слипаться. И оказывается, пища у человека, та или иная пища, взаимодействуя с красными кровевыми текцами, она может тоже приводить к слипанию. И если так мы пищу, вот смотрите, у нас пища, клейковина, это хлеб и конкур. То есть если чрезмерно ее есть, мы будем вот это клейковидные клеи. Если мы слишком много употребляем молочного, это казиновый клей. Постараться, значит, не то чтобы меньше, а как-то умеленно. И для того, чтобы, допустим, вред вот от такой пищи был, как бы сказать, минимальным, надо побольше есть зелень. Но зелень, оказывается, она охлаждает наш организм. Особенно, например, в зиму или нет, если мы зимой едим зелень, вот как сараиды, я буквально накриченно разговаривал, вот за руку ее берешь, да, она холодная. Человек начинает горжнуть из-за того, что есть только вот эта вот зелень. Естественно, масса тела сдулась у женщины. Если она сдулась, у нее возникают по-женски проблемы, все, она приступит к женщине. Потому что холода много в организме, этого нельзя допускать. Так вот, именно вот эти вот группы крови показали, какая пища, значит, у вас вызывает склеивание. А чтобы этого не было склеивание, это, как правило, значит, рекомендации такие простые. Тушеные овощи, особенно сейчас, зимой, чтобы они тепленькие были. Далее, кашка та же, цельная, желательно. Ну и кусочек мяса, опять-таки, тушеные овощи, какой-то там кусочек мяса. Я, например, люблю полноценный белок, это яйца куриные. Я яичницу съел, потому что все белки, они приравниваются к стандарту, по своему качеству к яичному белку. Это эталон, а дальше будут все эталоны. Все нормально, без всякого этажа. Вот в чем четыре группы крови, думаю, это они показывают, что происходит с нашей кровью от использования той или иной пищи. Они берут, ну, допустим, не знаю, по-моему, на капельку крови и смешивают с субстратом пищи. Ну, допустим, там, той же гречки, там, еще чего-то, еще чего-то. И смотрят дальше под микроскопом, а если возникает вот это вот склеивание, оно называется алютимация, да? Значит, говорят, вот эти продукты нет. И вот за это исследование не берут, значит, естественную там... Присчитающуюся там, что там, анарар и так далее. Вот. Может, какие-то вопросы, потому что, ну, как-то я для себя уяснил вот эту вот тему, да? А вам, может быть, что-то там неясно, непонятно. Лучше спросите, чтобы... У меня вопросы. Да, хорошо. Вот сейчас вот начался пост. Как вы относитесь вообще к к кустам? И насколько это отработанное временем и полезностью? Вот смотрите... И в этот период времени. В этот период... Вот смотрите, в этот период времени. Вот согласно древним врачевателям, они так говорили, что вот наступает холодное время вода, человек начинает есть тяжелые продукты, потому что время вода холодное, и холод, он высушивает организм. Поэтому люди, чтобы вот это противостоять этому, они, как правило, сало едят, они жирную пищу, они тяжелую пищу едят, да? И все нормально. И теперь смотрите, этот период кончился, наступает вот эта вот весна, весной интересно, что происходит? Все начинает таять и течь. И они говорят, вот эта вот пища, которую мы сели, она тоже образует, я бы не сказал, что какие-то шлаки, на накоплении, эти лишние где-то там накопления. И как только начинается весна, теплота, у нас обостряется, что простудное заболевание. Эти шлаки, эти накопленные вещи, они приходят в движение, да? И человек, как правило, простуды, вот это начинается, вот это весеннее, эти гриппы, простуды и так далее. И древние очень хорошо поступали, что в первую очередь ограничили количество употребляемых мясных блюд. Потому что мясные блюда, они, ну, я бы сказал, что они тяжелые, но, Бог говорит, несут, несут там мочевину, вот эти вот белковые шлаки различные, которые могут потом, значит, прийти вот в это как раз движение и образовать простуду. Поэтому они, значит, что говорят, меньше, значит, вообще исключается животная пища. То есть человек, потому что еще на животную пищу тратится очень много энергии по перевариванию. То есть сразу облегчается, только раз пищеварение, облегчается, нагрузка на организм. Это тоже важно понимать. Потому что питание, это нагрузка на организм. Его можно слишком загрузить белковыми продуктами, жирными продуктами. Белковые продукты загружают, жирные продукты, они ищеварение растягивают, удлиняют. Вот. А как только овощи идут, они все быстренько, знаете, они могут уже не перевариться, а то они быстро могут выскочить с вата. И при этом, при этом, как клетчатка, захватить кое-какие вещества, ненужные, и вывезли. Поэтому идут, значит, обилия всевозможных блюд с овощей. Фруктов уже там мало, а там остаются в основе овощи, да? Дальше идут, вот, ну, хлеб. Здесь хлеб желательно цельнее есть. Потому что если обилия крахмала, и, а значит, что особенно не было приятно, мы привыкли пряники забивать. Если пряник так не съел, то нормально. А когда начинаем запивать, мы их съедаем где-то пачку. Вместо двух-трех. И в итоге получается, что пост позволяет нам, исключив продукты, которые загружают аромизм, это, в первую очередь, мясные, в некоторых случаях, там, по-моему, и жиры, тоже нельзя. Они позволяют разгрузить наш аромизм. Все, и мы профилактически, как бы, это значит, раз, мягко и очищаемся. Ну, раз, очистились перед весной, и уже у нас непростой ничего не может быть. То есть это очень хорошая, действительно, как бы сказать, основательная процедура, которая рекомендована и вошла, может быть, народу способствует этому. Еще раз по вопросу. Можно мне спросить? Давайте. Вот я о себе хочу спросить. Я всегда мерзну. У меня температура тела меньше 36,6, там, 36, там, да, хватит, я вообще-то. Ну, и я не люблю солнце, и тут как понять? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы сказали, вот, надо ходить в больницу, чтобы повысить температуру тела, там, латираться. А чтобы тело не усыхало, что надо делать? Чтобы тело не усыхало, смотрите, интересная рекомендация, но, тем не менее, как-то. Это использование масла, оливкового масла. И раннее тело оливкового масла. Я вот еще со школьной поры запомнил такой эксперимент. Взяли на доске, нарисовали, значит, водой, тряпочкой, ну, какое-то там слово. И потом там всю эту букву окунули, масло нарисовали. Это высохло буквально таки, там, за 5-10 минут. А масло, я помню, на следующий год приходило, да еще было написано. Понимаете? Поэтому, смотрите, что вообще делают вот такие вот, как бы сказать, вещи, хочется сказать. Я бы не сказал, что они сложные для понимания, они, как бы сказать, сложные для объяснения. Значит, что, смотрите, происходит. Вот масло, оно медленнее высыхает. И когда тело, как бы сказать, равнасловно, оно, значит, под воздействием жара, холода, оно будет медленно там высыхать. И более того, вот эти вот все сосуды, связки, они будут сохранять свою эластичность. Поэтому, если хотите, сохранить эластичность связок, эластичность сосудов, то втирайте в тело оливковое масло. Вы его втерны, лучше все после, ну там, парилки, после, когда поры открыты, после ванны, при луку, втерны, излишки, значит, тряпочки, вытяните, и все. И в следующий раз смотрите, ждите. Как чувствуете, оно сухое стало, да? Опять, это дня через два, через три. И смотри, какая погода. Вот. А что касается подъема, значит, температуры, не обязательно там в ванной сидеть, не обязательно там в парилке быть, а просто-напросто добавляйте в пищу немножечко горчицы, немножечко перчика. Вот это. Почему специи ценили, особенно здесь, их везли с восточных стран в Европу, в холодную Европу, для того, чтобы поднимать температуру тела и делать пищу приятной и легко переваривая воду. Для перещеварения нужна температура. И как мы стоят, вот они брали через вот эти специи, пушистые специи. Раз, добавили, и все нормально. То есть перебарщивать не надо. Вот если лицо с желчной конституцией, оно усилит температуру. И может, в конце концов, и жога возникнуть, там язва возникнет, раздражение возникнет сначала. А, допустим, вот, с большой конституцией, им хорошо, они любят там, и что-то такое, остренькое, и что-то такое, жученькое. Ну, острое, жучее, это одно и то же. Вот, немножечко, допустим, чтобы не терялась вода, можно чуть больше соли использовать. Соль держит воду в организме. Тоже, чтобы на помои это помогли. Ну, вот то, что нужно 2 литра в день выпивать, это он дольше или не дольше? Нет, нет. Там он, например, я не хочу пить. Смотрите, у нас есть чувство жажда. Надо его придерживаться. И плюс, была выявлена, на самом деле, норма такая. На 1 килограмм веса где-то надо выпивать 30 грамм воды. Не 2 литра, потому что маленький человек 2 литра, он захлебнется. Большой человек, так для него это мало 2 литра воды, он такой же. На 1 килограмм веса 30 граммов воды. Все, больше не надо. В день. В день. На 1 килограмм, собственно, веса 30 грамм воды, и это 1 литра. То, что надо. А в основном восстановлении есть чувство жажды. Захотелось бы чувствовать у вас во рту, там, перескопа. Вот я сейчас много наладую, у меня там, на путь, пересыпаю. Значит, ты можешь как-либо, и все. А вы рекомендую только оливковое масло, и если видите, какие-то можно еще маски? Значит, почему оливковое масло? Потому что оливковое масло по составу своих жирных кислот соответствует нашему, будем говорить, нашим жирам. И поэтому у нас в солнце на 1, и все, так сказать, нормально. Можно под солнечным маслом. Дезодорантно, величек и натуральная под солнцем. Лучше сидеть без всяких дезодорантов и прочих-прочих, чтобы это не несло. Потому что мы как-то думаем, что вот что-то такое бахучее, хорошее, оно и там должно что-то сделать. Так, а социумент, оно там будет чужеродное, которое надо вывести из организма. И в то же время, чтобы вы знали, если чрезмерное количество воды, вы должны пропустить это через себя на почки. То есть, а когда все это дело проходит слишком много воды, она там захватывает различные минеральные соли, захватывает ту же энергию, которая нужна, просто обильным питьем можно истощить себя. Поэтому ни в коем случае. Вот жажда и, если уж так, 30 грамм на 1 килограмм собственного веса. Раз, выпили, и все нормально себя чувствуете. А русская печка для прогрева мероприятий как? Полезно ли с тобой? А русская печка отличная вещь. Видите, мы как раз раньше и использовали. Когда необходимо тепло, это тепло необходимо в основном в холодное время года. И вот это как раз тепло и способствует тому, что мы спали, и прекрасно еще есть чувствовали. Вот смотрите, что еще... Вот я немножечко отвлекся там. Времена года. Времена года, они накладывают на наш организм те или иные особенности, как бы сказать, влияния. А именно, медицина не оперирует современно такими понятиями, как болезнетворный холод, жар, сухость и лад. А все мы знаем, по влажным побыли, у нас там что-то, ноги, гематизм, значит, на сквозняке посидели, у нас что-то тоже там прихватило. Оказывается, вот именно наш организм, организм, мы там думаем, это такое плотное образование, на самом деле, если смотреть, ну, допустим, ткани еще плотные, они состоят там из молекул, более плотные, а молекулы состоят из атомов, а между атомами, там, ядром атома и электронами, там уже огромное расстояние. И поэтому вот эта вот, как бы сказали, субстанция холода, когда холодно, да, она проникает в наш организм, у некоторых еще, как бы сказать, ну, нормально, а у других вот, ну, кто на сквозняке посидит, кто, допустим, вот с ногами там по улице походит, ноги промерзнут на него, что в конце концов, этот холод входит в организм и располагается он, знаете, он располагается в суставах. И как, более того, он там расположился, и, в общем, он в суставу как бы поболел, он может быть там перерезался, а потом отпустило. Как только слегка он, человек, опять промерзает, этот холод туда ест, именно он туда подпитывается. И там же, значит, что возникает от этого холода? От этого холода что он делает? Сжатие, высыхание, и, в первую очередь, влияет на связки и суставов. Как этому противостоять? Почему все рекомендации к этому и древних, и сейчас современных книг посудятся к тому, чтобы посвящать какие-то термальные источники? Я вот знаю, есть там термальный источник с горячей такой водой, такая хорошая, знаете, вода, что люди с костылями приходят, воняют, да, купаются там, ну, естественно, не один раз, а несколько раз, несколько дней, суставы улучшаются, костыли эти бросают, что там, может, костылями топили, уже пичку. То есть, вот оно что. Не обезболивающий какой-то укол, ну, не еще, а вот именно тепло. И более того, как вы сказали, тепло сухое. И знаете, что я даже еще использую? Чтобы вытянуть вот эту вот холодную, вот эту субстанцию, которая медляется, потом, знаете, ну, я не знаю, вы уже такого возраста достигли, что у некоторых, может быть, и плечи ночью ломить, и руки ломить, или еще что-то такое, да? Значит, в каждом случае поступать можно. Значит, берете мешочек соли, мешочек соли, килограмм, нагреваете его на противне, значит, ну, мешочек хорошо ломить, потом какое-то полотенце, потому что он слишком горячий будет, и прикладываете к этим суставам. И вы почувствуете, вот знаете, где она вот болит, и где она вот внедрилась, именно оттуда вот больно, вот это вот холод, оттуда как бы выходит. Очень интересная вещь, и все, и человек выздоравливает, ну, вот нам начнется. Да и просто кирпич нагреть, положить, а? Можно кирпич положить, но, знаете, знаете, что, о том же особенности различных, различных веществ. Кирпич, он делает из глины, это очень хорошо, там они говорят, что длина волны действует, и так далее, но соль, оказывается, это солнечный элемент. Солнечный. Почему кирпич построгали, рот взяли, вот как обмирить, да? А он, о, и вы, а соль ему взяли, она не просто, сначала, как вы сказали, соленая, она туда дальше, как он, горчит, и дальше сжет, да? А кирпич именно так и не есть. Поэтому вот как раз она обладает этими смыслами, которые противостоят катастрофе. И почему соль нам надо, все-таки, пищу, вот соли там нельзя, и так далее. Естественно, оно умеренно есть, для того, чтобы она способствует пищеварению. Очень интересная такая и коммуникация, и физиологичная, потому что соляная кислота там образуется самая-самая сильная ВПАЖ, кислота такая, чтобы все там уже переводится. Вот это то, что аж в мозг переводилось.